Здравствуйте, уважаемые зрители! На этот раз мы будем рассматривать новый графический планшет от доселе неизвестной нам компании под названием VAKE. Модель планшета S640, и он позиционирует себя как ультра-тонкий планшет для игры в осу. Что ж, проверим. Из посыльной упаковки нас встречает обычная коробка с полезными характеристиками на обороте. А еще... Freer Mind. Комплектация внутри упакована достаточно странновато. Сначала лежит планшет, а под ним уже все остальное. Сразу при распаковке достаем графический планшет, из которого падает карточка с инструкциями по установке драйвера. Кстати, там рекомендуют удалить все другие драйвера и отключить антивирус при установке, что достаточно странновато. Сам планшет небольших размеров, но в сравнении с опыт ручкой G640 рабочая область один в один. Провод без тканевой оплетки, и, что важно, он не отсоединяется. Это говорит о более стабильной работе и о том, что при игре невозможно будет случайно отсоединить провод и проиграть. По длине он будет меньше полутора метров, а по моим измерениям чуть больше 130 сантиметров. Итак, сам планшетик выглядит стильно, модно, с такой полосочкой стеклянной и названием фирмы на нем. Индикатор работы там же под стеклом. Знаю, как вы любите противоскользящее дно, поэтому говорю, дно не скользит. На нем расположены 4 резиновые прокладочки, и спасибо, что фирма не говорит об этом как о достоинстве. Ну а под самим планшетом в коробочке осталась приятная мелочевка. Пенал с пером, перчатка для рисования и два переходника с USB на microUSB и на USB Type-C. Пенал приятный на ощупь, с фирменным логотипом и уже с готовым к приключениям пером внутри. Пенал, между прочим, очень полезная вещь, ну потому что перо достаточно легко потерять, хотя вместо этого пенала можно было бы просто петельку пришивать, как у вакомов, например. Перчатка смешная очень и не сразу налезла мне на руку. Это я говорю для людей с гигантскими руками. Хотя если вы приобрели этот планшет для игры в ОСУ, то вы вряд ли будете вообще пользоваться этой перчаткой. Она в принципе не мешает игре особо, но если привыкнуть, то от нее тоже как бы толку мало. Переходнички. Конечно, то, ради чего мы все с вами тут собрались, согласился на обзор только ради этих переходников, можно будет подключить к телефону или другому планшету и рисовать на парах где-нибудь в универе или даже в автобусе. Хотя какие планшеты так не умеют. Самое удивительное из того, что было в упаковке, это ключ для смены наконечников. Никогда такого раньше не видел. Раньше были только как щипцы, а тут ключ. Попробовал, удобно, понравилось. Подключая из упаковки, будет включено сглаживание. Оно будет увеличивать задержку ввода до заметного значения, что будет мешать в игре. Чтобы выключить его, придется скачать драйвер. Что ж, переходим к установке драйвера. Драйвер устанавливается достаточно легко и непринужденно. Но проблем с ним не было никаких. Я не выключал антивирус и даже есть какие-то другие драйвера на планшеты. Но я все равно не рекомендую устанавливать драйвер поверх другого. Меню программки выглядит достаточно просто, что привлекает. Но перо настраиваться достаточно сложно, что отталкивает. Есть экспорт и имперт настроек. Круто. Можно устанавливать сочетание клавиш. Полезно. В настройке области все стандартно, в принципе. Можно включить и отключить сглаживание или в простонародии смузинг. Также можно поменять режим пера на мышь, настроить область монитора и настроить область планшета. Хотя область планшета у вас настроить не получится. По крайней мере в данный момент. Область настроить очень сложно, так как нет соблюдения пропорциональности сторон и сама настройка производится по координатам. Лично я драйвер удалил после выключения смузинга и как бы пользуюсь другим драйвером. Там в принципе не важно каким пользоваться, тот же хавку можете поставить. Смузинг, кстати, прикольная вещь, но режет отклик. Играл пока что, увы, очень мало, но проблем никаких не ощутил. Считаю очень важным рассказать о пире. Оно без батарейки и немного тяжелее в сравнении с опыт ручкой. Немного длиннее и больше в диаметре. Начинка, что в гаомоне, что в опыт ручки, что здесь одинаковые. О чем говорит совместимость любого пера с любым планшетом. Да, на любом из этих планшетов можно играть любым пером от этих же планшетов. Лично мне очень понравилось качество пластика и само перо. Для тех, кто играет драгом, очень важно отметить, что прямо из коробки можно играть и не чувствовать какого-либо сопротивления от шершавости планшета или неприятной срезы от наконечника. Подведем итоги с плюсами и минусами. Плюсы. Небольшой размер, небольшой вес, не сильно тяжелое перо плюс без батарейки. Необычное исполнение, задержка ввода не ощущается. Пенал плюс перчатка в комплекте. Цена, качество пластика, тактильные ощущения, не скользит и не потеряешь кабель. Из минусов. Невозможность настройки игровой области абсолютно. Кабель без тканевой оплетки. Перо чуть тяжелее в сравнении с XP-Pen G640. Спасибо за просмотр этого обзора. Надеюсь, что вы определились с покупкой графического планшета. Всем удачи, всем пока.